Мы долго рассказывали вам о празднике проводов зимы, но теперь масленичная неделя позади. Закончилось разгульное веселье, широкие пиршества. Впереди долгий путь Великого Поста, длиною в 40 дней. Как правильно прожить это время? Для чего Церковь призывает православных христиан воздержаться от праздников и разречений? Правильно ли понимают люди истинное значение Поста вообще? Обо всем этом в нашем сюжете. В последние десятилетия все больше людей начали обращаться к Богу, ходить в церковь, соблюдать пост. Правда, далеко не все знают, в чем же заключается истинное предназначение Поста и его глубокий смысл. Надо в Великий Пост попаститься. Хоть 3-4 дня, не весь. А если уж весь, то молодец будет. Я соблюдаю, я первую неделю и последнюю. Допустим, от просмотра того же самого какого-нибудь ненужного вам в данный момент телевизора или не зайти лишний раз в Одноклассники, тоже, я думаю, будет как повод, что вы себя удержите в чем-то. Веровать верую, но, к сожалению, поста не соблюдаю. Уже, можно сказать, что немножко на пути к этому уже, но пока еще не дошел. Внутренне, духовно, не созрел. Как рассказал нам клирик Успенского храма, городовидный священник Дмитрий Федоров, пост — это особенное время, выделенное церковью для покаяния и молитвы, для проведения внутренней работы над собой, время для исправления своей жизни и упражнения воли. Без вот этого упражнения своей воли, без работы внутренней, без самоанализа, без борьбы со своими страстями, это, по сути, такая, ну, наверное, получается диета, причем не самая эффективная. Понятие поста присутствует в разных религиях, ведет свое начало задолго до Рождества Христова. Например, пророк Давид постился после того, как пророк Нафан его обличил в его грехе. Да, пост такой, ради покаяния известный. В православной церкви четыре многодневных поста — Рождественский, Великий, Петровский и Успенский. Самый строгий и значительный — Великий пост. Начальная неделя его — особо строгие дни. Но есть и праздники, когда разрешены некоторые скоромные продукты. Это Благовещение, Вербное воскресенье, Лазарева суббота. Но не стоит поститься неосознанно, говорит священник Дмитрий Федоров. Лучше всего обратиться к своему духовнику, чтобы тот подсказал, с чего лучше начать. Пост для кого-то может явиться уже воздержанием просто от каких-то своих привычных страстей. Может быть, кто-то в период Великого поста бросит курить. Это уже будет подвиг, это уже будет понуждение своей плоти к исправлению. А кто-то, допустим, примирится со своими близкими, кто-то перестанет сквернословить и осуждать. В семье, где соблюдаются православные традиции, и дети тоже с малых лет учатся ограничивать свои прихоти в дни поста. Но и дети должны понимать, зачем и как им соблюдать пост. Вот чтобы ребенок взял на себя какой-то подвиг в период Великого поста, например, он постарался взять в пример себе, убирать комнату свою, заправлять свою постель, помогать родителям в чем-то. То есть он чему-то научился за этот период. Вот это будет полезно ему. В этом году праздник Святой Пасхи приходится на 20 апреля. Священнослужители призывают верующих подготовить себя, чтобы встретить этот день в большой радости. Я прежде всего очень хочу пожелать вам крепости духа, мирного состояния этого духа и мира вокруг вас. Чтобы эти особенные дни прошли в мире без рубани, без брани, без каких-то перепалок с близкими. Может быть, пусть эти дни вас подвигнут к какому-то внутреннему осмыслению своей жизни. Может быть, ко дню Святой Пасхи вы сможете примириться со своими близкими. Храни вас Господь!